Глава 2. Подзаголовок 8. Решающий удар по британскому правлению в Эрецисраэль. Евреи не могли больше ждать. В конце Второй мировой войны еврейские подпольные организации усилили борьбу за прекращение британской блокады, преграждавшей дорогу в Эрецисраэль немногим уцелевшим в пекле гитлеровского геноцида. Целью подпольщиков стало изгнание англичан из Палестины. Эта кампания длилась в течение нескольких лет, набирая силу от акции к акции. В апогее повстанческой борьбы еврейские бойцы совершали сложные военные операции против укрепленных баз британской армии. Эти акции предпринимались главным образом организациями Эцел во главе с Минахимом Бегином и Лехи. Начальником оперативного отдела этой организации был Ицхак Шамир. На определенном этапе их поддерживала Хагана, формирование которой подчинялись Давиду Бен-Гуриону. Боевые действия повстанцев поколебали позиции англичан и вынудили британское правительство отказаться от контроля над подмандатной Палестиной. Целью повстанческих атак были в основном объекты, при помощи которых британские власти контролировали ситуацию в стране. В их число входили мосты. За одну ночь в 1946 году члены Хаганы взорвали 12 важнейших мостов в Палестине. Железнодорожные линии, полицейские участки, военные базы, офицерские клубы, армейские штабы и тюрьмы, где томили схваченные подпольщики. В 1947 году бойцы Эцела освободили более 250 заключенных из крепости Акко, которая до того времени считалась неприступной. Эти акции, направленные против британских военных объектов, сразу же были охарактеризованы англичанами как терроризм. В последние годы арабы с радостью ухватились за это определение, чтобы очернить еврейское восстание с одной стороны и оправдать собственный кровавый террор с другой. Насколько же это далеко от арабского террора последних пяти десятилетий? Тысячи кровавых терактов были сознательно направлены против гражданских лиц и гражданских объектов. Арабские террористы совершали и совершают вооруженные нападения на авиапассажиров, школьников, случайных прохожих, даже на спортсменов-олимпийцев. И это при том, что Олимпийские игры считались с древности временем прекращения кровопролития. Арабская пропаганда пытается представить фальшивую симметрию и внедрить в общественное сознание клише. Тот, кто для одних является террористом, для других является борцом за свободу. Однако терроризму необходимо дать четкое определение. Это преднамеренное и систематическое убийство гражданских лиц, находящихся за пределами театра военных действий. Можно согласиться с тем, что некоторые отдельные акции еврейских подпольщиков подпадают под это определение. Однако невозможно отрицать, что подавляющая часть их операций была направлена на сугубо военные цели, включая нападение на британский штаб, находившийся в Иерусалимской гостинице «Царь Давид». Вскоре после этого британцы повесили трех еврейских повстанцев. Эцел ответил актом возмездия, повесив двух пленных британских сержантов. Эта мера вызвала острую полемику в Эрецисраэль и поразила общественное мнение в Великобритании. Казнь сержантов усилила позиции Черчилля, который, находясь в оппозиции, требовал прекращения британского правления в Палестине. Борьба еврейских подпольщиков нанесла решающий удар по британскому правлению в Эрецисраэль. Ослабевшая и истощенная в ходе Второй мировой войны, Британия не могла больше держать статысячную армию в Палестине. Общественное мнение призывало вернуть войска домой. В 1947 году Британия окончательно заявила о своем намерении покинуть Палестину и бесцеремонно переложила решение проблемы на плечи ООН.